Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы с вами находимся на территории спорта городской округ Люберцы. Речь у нас пойдет сегодня о событии, о котором мы уже говорили в одной из наших программ. Но сначала мы тогда говорили о том, что оно будет. И вот оно состоялось. Обо всем этом подробнее. Мы поговорим с нашими гостями. А в студии у нас сегодня Дмитрий Фомичев, президент Федерации Тхэквондо городского округа Люберцы. И Азамат Дадуев, тренер по адаптивному Тхэквондо Федерации Тхэквондо городского округа Люберцы. Находится у нас здесь в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу видно, что разговор у нас будет мужской. Но, тем не менее, на очень важную тему, которая касается прежде всего детей, в которых заинтересованы и родители, и все близкие, и все, в общем-то, наверное, общество заинтересовано. Потому что речь пойдет об особенных, как у нас говорят, детях, с особенным развитием. Ну и не только. Почему? Потому что сама философия любого единоборства, которую мы рассматриваем с точки зрения для людей, там много всяких таких положений, пунктов, о которых мы в прошлый раз говорили. Дмитрий был у нас в гостях, вот Азамат у нас у него премьера сегодня. Ну и давайте, Дмитрий, напомним, что это было за мероприятие, потому что оно было поддержано, так называемое, с точки зрения администрации, с точки зрения просто людей. Как это все проходило? Ну да, было мероприятие у нас, первое, как бы, как раз накануне которого я здесь был. Значит, инициировано оно было у нас, соответственно, главой городского округа Люберцы, Волковым Владимиром Михайловичем, спорткомитет активно поддерживал, Сурков Владимир Владимирович, наш председатель спорткомитета. И мы, как бы, как раз рассказывали, что у нас планировалось это мероприятие, которое 15 января у нас успешно состоялось. Туда пришли, значит, дети у нас, которых, как бы, принято называть особенными. Ну, как бы, вот в процессе сейчас, когда мы начинаем с ними уже заниматься, у меня, как бы, язык не поворачивается назвать их особенными. Просто дети. Просто дети, во-первых, и очень перспективные дети, как бы, для спорта перспективные, потому что они, как бы, дают такие потрясающие вообще надежды и очень быстро осваивают этот материал, потому что у нас, помимо вот этого занятия, первого, потом, которое у нас мы провели, потом мы начали уже проводить его систематически каждое воскресенье, они у нас уже успели выступить на соревнованиях по общей физической подготовке, как бы, выступили, получили награды. Сейчас мы об этом, обо всем поговорим, не торопитесь, потому что это же интересно, но я бы все-таки вернулся, напомнил бы, как пришла идея, потому что, ну, давайте говорить откровенно, не каждый человек в любом профессиональном направлении готов за такое взяться и вот в таком варианте помогать, по-другому это не назовешь. Кому пришла идея и почему так решили сделать? Ну, идея, как бы, она пришла, ну, скорее всего, у нас, это мысли были изначально, да, мы хотели их воплощать, потому что есть, как бы, категория такая, детей, которые, как бы, они являются не очень охвачены, да, идея пришла не нам, у нас планы были, планы были, но идея пришла, как бы, почва, которая у нас зрела. Все совпало тогда. Совпало, да, вот именно с тем, что глава города, который, как бы, решил обратить на них внимание, соответственно, не то, что решил, а я так думаю, что он и планировал это делать, и, соответственно, спорткомитет активно поддержал, и, как бы, одно на другое наложилось, и вот мы решили, как бы, вот этим заняться направлением. А теперь это направление уже само по себе развивается, и тут мы подключаем. Оно уже необратимо. Оно необратимо, в самом лучшем, это тот вариант, когда это хора, хорошее слово. Азамат, скажите, вот вы тренер по адаптивному тэквонду, то есть это еще такой не просто тренер, значит, вы тренер еще, знаете, как тренер плюс, да, специально. Это небольшой бонус такой, к этому дополнению. Как вот вы тренером стали, ну, тренер, вы же, значит, тоже, как это называется, действующий спортсмен, да, можно так сказать? До недавних пор был действующим спортсменом, может быть, когда-нибудь еще разобновим. А что, раз спортсмены в тэквонду уходят на пенсию, что ли, такое бывает разве? Нет, просто расставляются приоритеты, то есть я в свое время отдал большее предпочтение именно тренерству, то есть у меня, в принципе, тренерский стаж около 15 лет, вот, так получилось, что ко мне случайно еще, будучи в своем городе, привели ребенка с аутизмом, особенного ребенка, говорят, попробуй, может быть, сможет он заниматься, так как с ним никто не может. С особо никто не рассчитывал, чтобы получить. Да, ты просто попробуй. И ребенок начал заниматься с первого занятия, то есть начал меня слушать, час-полтора отработал как надо в группе. После этого мама его расписывает все в соцсетях, ко мне приходит 12 человек, да. У меня, получается, в группе стандартной было больше особенных деток, чем обычных. То есть все, и после этого закрутилось, я начал вести, соответственно, вот адаптивную группу по тэквонду. А вот сразу такой вопрос возникает. Дети, ну, все-таки деление было, да? Дети, которые были до этого, и потом, которые пришли. Как они между собой, кандатеры? На удивление, большинство детей нормально взаимодействовало, но так как у деток с аутизмом, да, их еще называют дети дождя, вот, у них 25 форм есть, то есть направление аутизма. То есть и были детки, которые, они были социальны, то есть они хотели общаться с детками, но были дети, которые очень сильно ревновали. То есть, соответственно, если я показываю какое-то упражнение кому-то из детей, но не уделил внимания этому ребенку, он просто обижается на меня и бьет до этого ребенка. О, как! Да, то есть они очень ревно относятся к этому, да. То есть, соответственно, если я объясняю что-то ребенку, я этого должен держать обязательно за руку, чтобы он понимал, что я про него не забываю. Ух ты, как интересно! То есть, да, там есть свои такие нюансы, и когда он понимает, что тренер про него не забыл, что он рядом, что он рядом, то есть они себя очень спокойно ведут. Ну и плюс нельзя забывать, что у деток особенных есть такое качество, очень часто у них перепады настроения. Надо поймать. То есть погода поменялась, или он устал. И если вот это упустить, вся тренировка и все занятия, просто можно просто останавливаться и отпускать ребенка домой. Понятно. Ну вот, посмотрите, да, первый вопрос. Азамат сразу нам такой вот огромный пласт набросал тех вопросов и проблем, и способов решения. И вот, Дмитрий, ведь, в общем-то, это такое новшество, и вы говорите, что уже ребята в соревнованиях поучаствовали. Ведь можно было провести мероприятия. Вот мы такие хорошие, да, мы сделали, ничего в этом плохого нет. Мероприятия бывают разные. И как бы, ну, и все. Вы пошли дальше. Теперь они уже у вас как бы спортсмены. Что за соревнования, и как вообще можно устраивать соревнования вот с такими ребятами? Ну, во-первых, они изначально у нас было заложено, цель такая стояла, что из них делать спортсменов. Мы не просто занимаемся с детьми физкультурой, а мы и объявили родителям, и детям, что они на перспективу станут спортсменами. Делом будут заниматься, спортивным. Да, соревнования у нас были, ну, как бы в рамках общефизической подготовки, но с элементами, значит, вида спорта. Это соревнования было не для них, как бы отдельно запланировано. Там участвовали спортсмены федерации. Ну, и как бы и мы их тоже планировали запустить параллельно, как бы сделать для них какую-то, может быть, упрощенную, значит, программу. Но в результате, когда они начали выступать, они выступали по тем же критериям, которые были и для других деток. То есть не выделяли их? Выделяли их абсолютно, и они, да, прошли, все выполнили, все, что им было, какая задача поставлена, как бы вот отсоревновались. А эти соревнования, вот вы говорите, это просто соревнования как бы от федерации, да? То есть там элементы, вы говорите, вида спорта, правильно? А что там нужно было показать? Там какие-то были показательные единоборства? Нет, нет, это было индивидуальное выступление, да, но в рамках соревнований, как бы они показывали, значит, там, элементы общефизической подготовки, там челночный бег, отжимания, прыжки через скакалку, там было 7 элементов, получается, у нас. Пресс был, их наклонность вперёд. А вот как они реагируют, тоже такое, мы же ещё не забываем, что папа с мамой же, наверное, там сидит, да, были зрители же ещё, наверное, какие-то болельщики пришли. Вот тут иногда сам себя не заставишь, да, движение, а вот как объяснить это, что вот надо пробежать, если вот, как вы говорите, меняется настроение, как это какой-то идёт разговор тренера перед началом века. Нет, вот у нас, кстати, на этих мероприятиях был случай, у меня некоторые детки, без меня, они не выполняли задания, то есть просто много людей, они начинают стесняться, начинают нервничать и не могут собраться. Да, нестандартная ситуация. Да, что я делаю? Я просто беру их за руку, то есть мы вместе с ними, я с ними пробегаю вместе, то есть я вместе, допустим, выполняют они прыжки в длину с места, то есть там был такой момент. Они не могли прыгнуть далеко, не потому что физически это не освоят, а просто страх у них был. То есть я вставал где-то на расстоянии метра 20-30 от них, вот так руки протягивал, говорю, иди ко мне, прыгай ко мне. Они прыгают и обнимают меня. То есть это основная группа детей увидела, и всё. Они такие стоят, прыгают и начинают даже ещё вперёд тянуться, упадёт, не упадёт, всё равно. Они знают, что я их поймаю. То есть они уже дальше начали прыгать после этого. То же самое, там было упражнение прыжки через скакалку. То есть на пол скакалку клали, и ребёнок прыгал туда-обратно, через неё. Чтобы им было комфортно, я их просто придерживал за руки, чтобы им было спокойнее. И они выполняли уже прыжки нормально, не сбиваясь. Стоило мне руки отпустить, всё, он закрывался, да, и они сбивались, потому что, выполняя прыжок спиной вперёд, то есть они боялись потерять равновесие, у них был страх. То есть они уже просто перешагивали. А тут им их мог просто касаться их пальца, даже не держать. То есть они уже начинали работать. Чисто психологически им становилось гораздо спокойнее. Ну, и тут вот сразу же возникает вопрос. Мы во второй части поговорим, конечно, об этой специальной подготовке, о психологических этих всех аспектах. Тут много всяких, ну, скажем, вот этой тематики. Что дальше? Вот вы сказали, были соревнования, и ребята, каждый, так сказать, на своём уровне это понимают, и понимают, что дальше будет происходить, куда вы пошли дальше развиваться в этом направлении. Ну, как бы спорт, он подразумевает, значит, подготовка, подготовительный этап, да, и потом уже выступление. Для любого ребёнка это важно, и для них тоже в том числе, чтобы они видели результаты своих стараний, своих занятий. Поэтому у нас 22 апреля состоится следующее соревнование, но немножко уже в другом формате будут проходить, там уже более будет специализировано. Естественно, они не будут в спаррингах участвовать, но там будет уже, там, именно элементы будут вида спорта, с использованием электронной системы судейства, они будут там набивать на скорость удары уже такая, вот чисто ударная уже техника пойдёт. И они сейчас именно готовятся к этому старту, вот, занимаются подготовкой, и у них уже есть цель, к которой они сейчас идут. То есть, как бы, всё это развитие их идёт, оно идёт поэтапно. А вот такой вопрос, именно как к руководителю федерации. Ведь это, ну, некое новшество, как-то разрабатываются какие-то именно конкретно для них планы, как вести, ну, они же немножко отличаются от планов для детей. Ну, естественно, да. Так сказать, тех, которые обычно выступления, где спарринги у них будут. Конечно. Да, ну, и тут более индивидуальный подход. Здесь нельзя их сравнивать с теми, ну, как бы, мы уже решили, да, говорить, что это такие же дети, как и все остальные. Но всё равно индивидуальный подход, да. Абсолютно им нужно особое внимание, более, как бы, пристальное и индивидуальное. Поэтому каждому ребёнку тут индивидуальный план и индивидуальный подход. Сколько сейчас занимаются ребята у вас? По времени? Нет, количество ребят. Ну, количество где-то около 20. Чуть больше 20. Чуть больше 20. Да, у нас две группы, да, получается, да? Да, сейчас две группы. Две группы, чуть больше 20. Это хорошо, что много. Да, и цифра растёт на самом деле. То есть мы никому не отказываем, все, кто хотят принять участие, вот, как бы... Ну, и пользуясь даже нашим эфиром тоже, вот, наверняка, к вам придёт после таких рассказов, мне кажется. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас говорим мы о Тхэквондо, но мы говорим о детках, которые немножко по-другому всё воспринимают в нашем мире, но это не означает, что они не могут заниматься Тхэквондо. Делаем небольшую паузу и возвращаемся. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии Дмитрий Фомичёв, президент Федерации Тхэквондо городского округа Люберцы и Азамат Дадуев, тренер по адаптивному Тхэквондо, Федерации Тхэквондо городского округа Люберцы. И вот тут мы уже поговорили об особом отношении. Азамат, вот когда тогда произошла эта история, и к вам привели этого ребёнка, вы ведь могли сказать, что нет, я больше не хочу? Ну, это же фактически умножает вашу работу с точки зрения вашего психологического состояния, вероятность ошибки, да, какого-то неправильного. Ну, вполне возможно. Вот всё немножечко похоже на метод пробы ошибок. Почему вы не отказались и решили этим заниматься? Я не знаю, как это даже объяснить. Бывает, когда ты чувствуешь, что это твоё. То есть настолько искреннее чувство было со стороны ребёнка, особенно ко мне. Когда я доверял. Да, когда я видел, что он устал, он не просто уходил, да, там, как это свойственно особенным деткам. Он подошёл ко мне, протягивает руки, чтобы я его обнял. То есть стоило мне его обнять, он восстанавливается, я ему говорю, если хочешь, посиди, отдохни. Нет, всё, он становится и начинает заниматься. То есть я понял, что у меня очень хорошо получается наладить контакт с ними. А конкретно, окончательно я убедился в том, что это именно то, что мне нужно в работе. Ко мне один раз привели ребёнка, у него была полная слепота, у него был аутизм и частично ДЦП. То есть его привела бабушка ко мне. Наверное, не особо питая надежды бабушка. Да, он сам ходить не может. Ну, то есть элементарно. Дома он ходил, потому что там вроде бы всё уже знает, да, по памяти. А здесь задача была научить его ходить, чтобы он мог ориентироваться в пространстве. Его ко мне привели. У меня сначала, конечно, на секунд 10 был ступор. Потом я к нему подошёл, мы начали налаживать с ним тактильный контакт. И что он сделал? Он берёт меня руками за лицо, прижимается ко мне к голове и начинает меня нюхать. Интересно. Да, то есть он по запаху, после того, как он меня понюхал, он меня обнял. И далее весь процесс у нас строился на том, что стоило мне просто одно слово ему сказать, он сразу слушался. После чего бабушка его сказала, что он даже к нашим родственникам не ко всем так относится, как относится к вам. То есть через неделю он у меня мог преодолеть все препятствия в кабинете и найти стул, куда сесть. С помощью палки по памяти. То есть вот мы с ним занимались. Стоило ему немножко устать, он протягивал мне руки, говорит, на ручки. То есть я его беру, покачаю на ручках, а мальчику лет 11-12 уже был такой большой мальчик. Вот. И вот после этого я понял, что это именно то, чем я буду заниматься. Тем более, что мои программы для этих деток, деток особенных, они действенные, они дают результаты. Их начали разрабатывать и так далее. И вот, как сказал Дмитрий уже, под каждого ребенка я пишу отдельную программу. Ну и вот тут, Дмитрий, сразу же возникает вопрос, потому что при вот эти рассказы хочется, чтобы услышало очень большое количество людей. Но возникает сразу вопрос. Есть человек, да, есть некая система. Есть еще люди, которые постепенно начинают этим заниматься. Потому что сегодня у нас есть востребованность в том, что много говорили о воспитании детей самыми разными направлениями. Вот в обычной школе, не в обычной школе, в обычной секции, не в обычной секции и так далее. Кто вот этими разработками занимается? Ну, хорошо, Азамат, уже у него есть опыт, но все равно рано или поздно к вам может прийти, искать чиновник и сказать, а что вы тут делаете? Ну, чиновники же, они бывают разные. Да, там, чиновники от спорта не бывают. А что это вы? Кто это вам разрешил и так далее? Как это вообще делается в Федерации? Ну, я вам так скажу. Начну вообще с того, что да, вот как это. У нас получилось, что даже многие родители не верили в то, что это не просто разовое, как-то пришли, детей собрали, сфотографировали и все, и забыли про них. Для рекламы. Для рекламы, да. У нас далеко идущие планы на самом деле, да. И вот подобных специалистов уже давно готовят вузы спортивные. То есть они есть, да? Да, конечно. Есть у нас программа подготовки, называется адаптивное физическое воспитание. Просто здесь мы уже, естественно, понимаем, что Азамат у нас хороший специалист. Но то, что мы хотим сделать, как бы охватить всех детей, которые нуждаются в этом, да, то есть совершить вот это благое дело. И возможно, что у него не хватит возможности физической, то есть 24 часа в сутках, а они могут выйти за рамки вот этих 24 часов. И поэтому мы уже задумываемся о том, что надо готовить ему помощников. Это, соответственно... Ну это же, вы представляете, какие... Сейчас такой, как будто Азамата нет с нами. Это же люди индивидуальные. Очень. Извините, хорошего педагога сделать, еще нужно постараться. А тут это же особый подход. Он на уровне, я уж не знаю, энергетики какой-то. Не каждый тренер может работать. Вот где их искать-то? Ну вот будем заниматься этим. Вы поняли, что это у вас уже... Это такая приятная проблема, которая существует, Мы не можем это бросить. Мы это не бросим. В любом случае будем подбирать персонал, будем подбирать тренеров, будем подготовить им необходимую закладывать в них базу, направлять их на... И родители же поверили? Поверили. Теперь-то поверили. Изначально были уверены, что это так. А что родители, кстати, говорят Азамата, вот когда... Какие изменения происходят? Или они все-таки, когда с вами, они немножко одни, когда дома, они опять возвращаются в том? Нет, ну вот взять, допустим, если на примере тех же соревнований прошедших. Я после этого разговаривал с родителями. Ага. Они ко мне подходят и говорят, вы знаете, мы даже не верили, что они хотя бы одно задание здесь выполняют, потому что столько много людей. Мы думали, они просто закроются. Они, говорит, с таким энтузиазмом это все делали. Они как настоящие, полноценные спортсмены все выполняли. Мы, говорит, не могли даже поверить, что такое вообще получится. Хотя половину они сделают. А тут они выполнили все задания и при этом чувствуют себя хорошо. Мы, говорит, не знаем, как вы это делаете. А как вы это делаете? Как я говорю, добавляю щепотку любви и искренности. Но ведь все равно, я как журналист все равно обязан спросить. Ведь это же очень тяжелая работа. Ну, это тройная, четверная нагрузка. Понятно, что если человеку это нравится, он даже не замечает этой нагрузки. Но все равно, когда-то наступает выгорание, когда-то у вас может же быть плохое настроение. Понятно, что тхэквондо это еще возможность как-то там расширить свои возможности и рамки, но тем не менее. Это же такая ответственность сумасшедшая. Как вы себя держите вот в этих правильных ежовых рукавицах? Знаете, я правильно только меня поймите, я не расцениваю это как работу. То есть я, когда работаю с детками, особенно в конце дня, у меня нет ощущения, что я там отработал. Потому что я заряжаюсь настолько сильно позитивными эмоциями, что я вижу результат от того, что я даю детям. То есть я вижу, что им становится лучше. Это энергетика. Да, им нравится общаться со мной. Я же говорю, вот как сегодня был на занятии, перед тем, как сюда приехать, был мальчик ДЦП у меня. Мы с ним индивидуально позанимались. Он меня первый раз видит. Я сажусь на диван, он подходит ко мне, начинает щупать мне бороду и обнимать меня. То есть сразу. А как тебя зовут? Я говорю, Азамат, а что мы будем делать? Будем с тобой заниматься. Хорошо. То есть и сразу мы с ним начали работать. То есть в этот момент родители частенько очень удивляются. Мы не понимаем, как так у вас получается. Мы не знаем. Да. И вот тут, Дмитрий, возникает неожиданный вопрос, даже не спортивный. Вообще не спортивный. Не на секунду. А нет ли тогда идеи, может быть, опять же, через администрацию, через... Может, это что-то, вот тот способ, который может помочь детям совсем по-другому. Массаж методик существует, но, к сожалению, пока нет такой, чтобы ребенок проснулся и стал как все. Скорее всего, не будет. Но, тем не менее, есть идея как-то наблюдать за этим. Может быть, какие-то психологи приедут, посмотрят, как это происходит на тренировку. Глядишь, и найдется новый способ, но если не лечение, то поддержание чего-то. Я не думаю, что это какой-то способ лечения, который, допустим, можно сейчас взять и получить за это какую-то премию, сказать, вот мы нашли наконец-то. Показать, да. И там, понимаете, здесь работа заключается не то, что, допустим, вот Азамат занимается. Здесь работа, и, во-первых, группа, то, что они занимаются в группе, то, что они выезжают на соревнования, погружаются в атмосферу соревнований. Они же не привезли их как отдельную группу, сказали, вот, ребята, вы сейчас в отдельной группе закрыли там на ключик, делать что хотите. Они приходят, там 300 человек, и они там 10, допустим, середини. Не все же люди об этом знают, не все же тэквондо занимаются. Но это не обязательно должно быть тэквондо. Здесь главное желание кого-то чем-то заниматься просто с ними. Это может быть тэквондо, может быть там гимнастика, может быть это те же игра в шахматы или теннис. Ну, где-то в шахматы, может быть, нет, нам нужна какая-то физическая активность должна быть, не только умственная. Поэтому здесь совокупность каких-то вот мероприятий, которые приводят к определенному результату. Сложно сказать, что из этого можно, допустим, какой-то научный труд сделать. Кто знает, кто знает. А вот мне кажется, что Азамат знает уже даже гораздо больше. Если бы, например, на моем месте сидел не я, а какой-нибудь врач-психолог, который занимается этой проблемой. Я почему? Потому что я вот слышу, это же любопытная реакция, когда мало того, что родители что-то же ребенку говорят на своем языке, с которым они с ним общаются, говорят, что мы куда-то пойдем. Для него же это в любом случае какой-то стресс, не стресс, как это понимать. И тут вдруг у него такая реакция происходит. Причем каждый раз, я так понимаю, они бывают разные, разные подходы, каждый по-разному может себя вести. Да, конечно. То есть бывает такое, что мне хватает буквально пяти минут, чтобы наладить контакт с ребенком. А бывает такое, что половину занятия я его к себе располагаю. Но благо всегда получается так, что хватает буквально одной тренировки, чтобы ребенок ко мне привык. То есть следующее занятие, он меня встречает, как будто уже очень давно знаем друг друга. Когда они приходят, но если вспомнить даже себя, любишь занятия, но там устал, не хочется, ну много всяких факторов. Они с удовольствием приходят? Как вот второй, третий раз? Как они уже вас воспринимают? Сейчас уже в зал приходят, у них традиция меня обнять, у некоторых поцеловать, это обязательно. Вот, и они уже заходят уверенно, как у Сона, тренировки. У них, тем более, форма у нас есть. Они вот делом пришли заниматься. Да, то есть они надевают форму, они все по форме становятся. Они выполняют, кстати, корейские команды, то есть терминологию корейской, терминологию я их обучаю. То есть они уже понимают отчасти, что значит стойка на корейском языке, там определенные названия. То есть они их уже выполняют. То есть это как вондо. Мы не забываем, что речь идет не просто там попрыгать, побегать, а уже речь идет о конкретном виде спорта. Дмитрий, и вот тут возникает еще такой один вопрос. А какая помощь нужна для того, чтобы вот... Я вижу, что мы делаем, ну, мы популяризируем, да, мы вот показываем, что есть такая возможность. И опять же есть такой вариант, что может быть сейчас к вам пойдут люди, потому что они увидели, да, ваши рассказы, к этому могут расположить. Какая нужна помощь от общества, от города, от, я не знаю, от правительства? Ну, не знаю, общество вообще, помощь от общества, это не оставаться, как бы не быть, безразлична к этой проблеме. То, что касается, допустим, администрации, то мы же не одни просто такие брошенные занимаемся, то есть та помощь, то, что необходимо нам делать. Ну, то есть наша работа, она идет совместно с администрацией, совместно с городом, то есть мы работаем не отдельные, не забытые, не брошенные. То есть здесь все, что необходимо, мы все получаем. И я так понимаю, что впереди еще много всяких идей, вот, и вариантов, потому что программа, к сожалению, заканчивается, а не хочется вас отпускать, потому что эти все истории, они такие личностные, и особенно, когда тебе трудно представить, ну, когда мама с папой, да, семья живет, да, и это одна история, а наблюдать за этим гораздо, мне кажется, важнее, чем наблюдать за какими-то там развлекательными моментами. Поэтому вам огромное спасибо. Азамат, мы рассчитываем еще на то, что вам удастся подготовить еще специалистов, передать свой опыт педагогический, вот этот тренерский именно, не просто тренерский, я даже знаю, энергетический, что ли. Ну, а, Дмитрий, вам спасибо за то, что вы все это соорудили, всю эту организацию. И, конечно же, мы ждем каких-то продолжений, какие-нибудь фестивали, конкурсы, выступления, медали. Это, наверное, тоже важно, когда человек что-то получает. Пояса еще будут получать. Пояса, да. Да. Мы просто, видите, тхэквондо сейчас отошли немножко в сторону просто человеческой составляющей. Мне кажется, это тоже очень важно, но мы не забываем, что... федерации тхэквондо городского круга Люберцы Азамат Дадуев, тренер по адаптивному тхэквондо федерации тхэквондо городского круга Люберцы. Мы желаем вам удачи. Спасибо вам за ваше дело. Да, и вам спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»